Вот мое дерево, но оно пока не распустилось. Это клен. Следили, распустились ли листочки, не распустились ли, есть ли цветы, нет ли. Некоторые даже зацвели у нас. Это дерево Раиля Сабитова посадила год назад. Благодаря общим усилиям горожан в столице появилась Аллея Славы. Тогда в голосовании наш город занял пятую строчку, набрав почти 65 тысяч голосов. Причем свои силы жители мобилизовали только в последние дни. Победить в этом году сложнее, ведь саженцы деревьев московский питомник подарят лишь трем городам. 9 тысяч деревьев 9 городам-победителям с разной численностью населения. На сайте аллееславы.рф каждый может не только проголосовать, но и выбрать саженцы, которые хочет посадить в своем городе. Акции Аллеи Славы проходят всего второй год. Как рассказывают организаторы, в прошлом жители городов-участниц даже воровали саженцы и не ухаживали за ними. Деревья погибали. Отсутствие ухода – главная проблема подобных акций. За Аллеей Славы в Уфе присматривают сотрудники горзеленхоза. Мы их поливаем. После полива рыхлим лунки, выхаживаем за этими растениями. Особое внимание, потому что они маленькие, но уход за ними нужен. Можете, например, удобрение от себя. Можете принести, положить туя, можжевельник. Они все равно приходливые, но надо смотреть за ними больше, чем за остальными деревьями. Эти деревья потихоньку заменят старых великанов, которые сейчас растут в сквере. Если Уфа войдет в тройку победителей акций в этом году, то новую Аллею Славы высадят тоже в сквере 50-летия Победы. Каждый уфимец может прийти и посадить свое дерево. Охота, конечно, чтобы потом дети приходили, будущие, смотрели, тоже следили и также участвовали в таких акциях. Они очень нужны, очень важно не забывать нашу историю. Хотелось бы всех призвать, проголосовать за нашу Уфу, чтобы еще одна Аллея Славы появилась в самом центре города. Алина Таюпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.